В актовом зале 82-й школы кипит работа. Здесь собрались те, кто ежедневно следит за новостями своего учебного заведения и рассказывает о них на страницах школьной газеты. Этим мальчишкам и девчонкам не больше 12 лет, но несмотря на свой юный возраст, они проделали большую работу. Сегодня плоды своего творчества ребята представили на первом слете юных корреспондентов «Живое перо». Целью здесь уже понятно, что является творческая самореализация детей и подростков. И, конечно, мы планируем в каждой школе вовлечение каждого школьника в школьные пресс-центры. Аня Воронцова, 11 лет, 3 года из них, она работает корреспондентом в школьной газете «Дага Вест». Пишет интересные заметки и статьи. Девочка настолько увлеклась любимым делом, что будущую свою профессию планирует связать с журналистикой. Я очень люблю журналистику, потому что мне интересно брать интервью, рассказывать о чем-то, писать статьи, делать интересные фотографии, украшать газету. Всем этим мы занимаемся вместе. Программа слета была насыщенной. Юные акулы-пера соревновались в написании коротких заметок, учились правильно брать интервью. Гвозьем программы стало создание стен газеты. По мнению жюри, ребята ответственно подошли к делу. Очень активно ребята готовились к мероприятию. Это показал даже конкурс приветствия. Вы видели, какие команды хорошо были готовы. В том числе были включены музыкальные, хореографические номера. Ну и второй конкурс «Новость одной страху» мы прочитали. Тоже очень интересные новости ребята подготовили. В завершении слета победители получили дипломы и ценные призы. По словам организаторов, такого рода мероприятия в Сочи будут проходить регулярно. Здесь ребята не только демонстрируют свои достижения в области печатной журналистики, но и обмениваются опытом. Елена Афсицына, телекомпания ФКТ